За что я не люблю Израиль? Довольно часто в ответ на мои многочисленные наезды на руководство той или иной страны мне задают вопрос в Кыргыз, а почему ты молчишь по поводу Израиля и никогда не хитритикуешь его? Некоторые выражаются еще более жестко. Например, некий зритель под ником Архаик написал мне «Со стороны бутевна в заднице, конечно, виднее». Это цитата. И продолжаю цитировать, но ощущения не те. Закончил свою мысль зритель Архаик. Ну, по поводу ощущения от бутевна в задницу, господину Архаику, вероятно, виднее. Израиля я не знаю, никогда не пробовал, но Израиль я хитритикую регулярно. Ассалям, алейкум. Вот недалеко, как вчера выступая на лучшем радио в программе «Твизильбера» «Визингамот», я говорил о том, за что я не люблю Израиль. Напоминаю вам, дорогие друзья, чтобы вы не забывали подписываться на канал «Этон ТВ», единственный по-настоящему независимый канал на всём пространстве русскоязычного интернета и ставить нам лайки. А также огромное спасибо вам за то, что вы так активно подписываетесь на канал «Одноглазый Муму». Жестокая малышка Муму и другие отмороженные граждане из этого мультсериала очень понравились многим моим зрителям. И это здорово, ведь канал «Одноглазый Муму» – это главный спонсор программы «Злой Тургиз» и других моих программ. По поводу ситуации в Бен-Гулионе я давно уже хотел сказать, хотя сам я не попадал ещё с момента карантина, к сожалению, никуда не летал, хотя до карантина я значительную часть года проводил за границей в различных командировках и поездках, но со временем карантина я только и слышу об одном – о безобразиях и поборах, которые происходят в аэропорту Бен-Гулион. Такое ощущение, что работники наших главных авиационных ворот страны безумно рады тому, что происходит во время этого карантина, потому что им удалось задрать цены на большинство услуг до каких-то невероятных небес. Вот только вчера слышал, как Илана рассказала историю о том, что ей нужно было сделать, поклон в сторону Иланы, о том, что ей нужно было сделать элементарный отпечаток бумаги, распечатать одну бумажку в аэропорту Бен-Гулион, и без этого не пускали на самолёт, как бы, да? Я-то извини, Саша, при том, что никто меня не предупредил, что эта бумажка будет нужна, я бы это сделала дома, да? Да, дома это можно было сделать вообще бесплатно, а в какой-нибудь службе, услуг в городе можно было это сделать за 5 секунд лет. В аэропорту Бен-Гулион с неё взяли за это 80 секунд лет. И когда она сказала, господа, вы что, обалдели? Они сказали, не хочешь, не делай. А она стояла перед самолётом. Это мне напоминает самые худшие времена Советского Союза, когда, знаете, вот были вот самые жуткие ситуации, знаете, когда, да, когда на кладбище вот эти вот дробокопатели, мародёры и прочие обирали несчастных людей, родственников, которым некуда было деваться. Хранить надо было. И с них брали какие-то невероятные деньги и совершенно пустяковые услуги. Там, вот, мне это напоминает ситуацию с этими гробовыми вещами. Я уж не говорю о том, что постоянно изменяющиеся правила ведут к тому, что вот этот произвол как бы просчитывается постоянно. Люди не понимают, что происходит. Люди не знают. Люди, выезжая из дома в аэропорт, не знают, что с них потребует. Улетят они или нет. Улетят они или нет. Люди, как бы, как бы ты ни готовился, как бы ты ни готовил себя, свою семью, ты понимаешь, ты должен иметь на кармане ещё там тысячу долларов. Это всё время на стрёме, что вдруг тебя попросят то, чего у тебя нет. Попросят то, чего у тебя нет. И такое ощущение, что они специально там сидят и выдумывают, чтобы у тебя ещё попросить. В конце концов, если не нужна какая-то специальная комиссия в Израиле, то эта комиссия должна быть посвящена тому, чтобы разобраться с этим безобразием, наказать... Это вот такие как бы полутрупные мародёры. Их можно сравнить с людьми, вот как если бы у нас кто-то попадал в больницу, и с нас бы брали за новые неизвестные лекарства деньги, да? Нельзя так называться. Люди летят не только отдыхать, но люди летят по работе, по нужде, по больным родственникам и так далее, и так далее, и так далее. На них нагло наживаются. Вот с этим нужно разбираться. И я очень надеюсь, что будет создана комиссия какая-то, серьёзная, во главе с юристами, которые разберутся и накажут, и выяснят. Всё-таки у меня есть вера в какое-то право. Я знаю, что в Израиле неплохо работает закон, и есть хорошие адвокаты. Я вижу, что найдётся какая-то адвокатская контора, которая захочет заработать неплохие деньги, и выдаст представительский иск по поводу от лица всех ободранных, обманутых и подставленных людей. Я думаю, что у этой адвокатской конторы будет неплохой шанс заработать очень серьёзные деньги. А те люди, которые, вот как Илана, пострадали просто на голом месте, которые нагло обобрали, просто ограбили, как бы получат назад не только свои деньги, но и некое моральное удовлетворение. Миша сказал, давайте что-то делать. Вот это утверждение мне категорически не нравится. Я всегда с ним сталкиваюсь. Мне пишут в комментариях, там Найтон ТВ всё время пишут, вы только выступаете, выступаете, выступаете. А скажите, что конкретно делать? Меня это всегда, извините за вращение, бесит. Меня? Мы не должны делать. У нас функция другая. Мы журналисты. Мы приятные. У тебя самая лёгкая функция, это сидеть и кого-то критиковать. А вот предложи что-то нормальное. Извини меня. Подожди. Ты умнее его? Это работа такая. Это работа такая. Я не говорю, что я умею его. Ты так, нет, ты говоришь, вот он такой. Я не говорю, что я умею его. Я говорю, что я вижу это лучше, чем он. Не да тут. Потому что я смотрю со стороны. А он с трёх сторон. Ты с одной стороны, а он с трёх. Как можно смотреть с трёх сторон? Я боюсь, не читаю тебе это ужасно. Да-да-да, представься. Представься. Положение в аэропорту Бен Гудеон и жуткая, невероятная израильская бюрократия это не единственная вещь, которая мне не нравится в Израиле. И в ближайшее время выйдет мой новый ролик на тему «За что я не люблю Израиль». А пока напоминаю вам, что на следующей неделе нам предстоит большой разговор в программе вопросов и ответов злого Киргиза. И вот, что я хочу отметить по этому поводу. Один из наших зрителей, Тарас Пупик, обращаясь к нашему каналу, возмущается. Цитирую. Извините, но при освещении комментариев вы ведёте себя по-скотски. Ну, это, видимо, ко мне. Все комменты, которые по любой причине вам не нравятся, вы их удаляете. Ни о каком плюрализме на Итон ТВ речи не идёт. Уважаемый Тарас, да, часть комментариев мы удаляем. И в первую очередь, это комментарии, наполненные подлыми антисемитскими штампами, а также грязные, незаслуженные наезды на людей, которые не могут вам ответить. Ещё мы на Итон ТВ не любим фашистов и шовинистов любой расы и национальности. Нам одинаково отвратительны как идеи превосходства еврейского народа, как идеи превосходства арийского, русского, американского или любого другого народов. Но мы никогда не удаляем комменты, в которых выражена точка зрения, прямо противоположная той, которой придерживается автор программы. Кстати, если вы заметили, у ведущих канала Итон ТВ точки зрения на одну и ту же тему могут быть радикально разными. Они могут не совпадать. И это, по нашему мнению, замечательно. Это и делает их канал Итон ТВ таким привлекательным для зрителей в любой части мира. Уважаемый Тарас, задавайте ваши вопросы по существу, не оскорбляйте ведущих канала и других зрителей, и ваши комменты это станут удалять. Спасибо. Кстати, задать свой вопрос к большой программе вопросов и ответов вы все еще можете здесь, прямо в комментариях под этим видео, хотя, скажу честно, вопросов набралось уже, наверное, на две или на три программы. Я, разумеется, выберу самые интересные из них и отвечу обязательно каждому. И не забывайте подписаться на злые мультики одноглазым уму. Сегодня я хочу подекомендовать вам мультик-порогию на знаменитый американский фильм «Побег из Шоушенка» с Томом Хэнксом. Это жутко смешно, или, скажем так, жутко, но смешно. Ассалям алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова